Впервые в правительстве состояло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам укрепления основ семьи и пропаганды семейных ценностей. Например, ЗАГС, место, где браки заключаются и расторгаются, активно сотрудничает с религиозными и общественными организациями, с учреждениями соцсферы. Любое мероприятие направлено на сохранение и укрепление семьи. Мы осуществляем бесплатную юридическую помощь в сфере семейного законодательства, разъясняем правовые последствия рождения ребенка в браке и вне брака, осуществляем формирование у молодых людей чувства ответственности и уважения к семье. Однако, несмотря на все усилия, с каждым годом количество разводов только увеличивается. Церковь склонна считать, что это тенденция нового времени. До 1917 года в нашей стране официальный уровень разводов составлял всего лишь 3%. Развод был весьма редким явлением и крайней формой распада семьи. На сегодняшний день мы с вами имеем совершенно другую статистику. Даже в нашей области по прошлому году мы имеем процент почти 60. Рассказывать о том, как важна семья для каждого отдельного человека и для общества в целом, нужно еще со школы. А потому скоро в средних образовательных учреждениях региона появится новый урок – «Нравственная основа семейной жизни». Осталось только озвучить эту инициативу Департамента образования на общеобластном родительском собрании и начать подготовку кадров. Если на данный момент мы не можем включить в наш региональный компонент по причинам нет кадров, уже расписан по часовой наш региональный стандарт, возможно, обсудить ряд пилотных муниципалитетов, которые на данном этапе будут готовы подключиться к этой работе достаточно оперативно и начать хотя бы экспериментально в этом году с нескольких муниципалитетов. С 1 сентября следующего года предмет «Нравственная основа семейной жизни» скорее всего сделают обязательным в школах Ивановской области. Во многих регионах страны такой курс уже успешно преподают. Наиболее удачный опыт в этой сфере пока у Свердловской области.